Новый контент С онлайн атаками на клановой войне Осталось буквально 5 часов до конца кавышки Ну и конечно же через 5 часов У меня будут совершенно другие планы Да и спать там уже надо будет пора Поэтому я собственно спешу записать видео Именно сейчас Видосик с 9 танг холла Поэтому атаковать мы будем сейчас с 9 танг холла Да ладно! Сварил я уже 2 армии Первая армия вот такая вот Вторая армия вот такая вот То есть абсолютно одинаково В этот раз будем тестировать миксецкий говахо На 9 танг холле Я решил взять хогов и в крепость клана То есть у меня есть свои 6 хогов Есть 6 хогов из крепости клана Да и вообще по миксу получается следующий набор 2 голема, 10 валик, 6 хогов, 10 визардов, 5 бомберов Ой ребят это просто невыносимо Мне не хватает совершенно воздуха Поэтому извиняйте ребят Если что-то будет не так в плане голоса Или в плане может быть того что я говорю Ладно по баночкам 2 хила Рейдж, джамп и 2 поезда По героям 16 таким 15 клин Ну и ребят оппоненты Оппоненты как всегда странные Как видите я нахожусь на этой квшке Под вторым номером Ну и второй номер Который мне надо было бы атаковать Это вот такая вот Десяточка Давайте посмотрим как она выглядит То есть это вот такой вот 10 танг холл Без инферн, но с прокачанными зданиями Ну мне реально страшно на него нападать Потому что База вот такая вот многослойная То есть я не умея атаковать воздушными миксами Постесняюсь нападать на эту базу И поэтому буду нападать на номера чуть пониже И буду атаковать на этой квшечке Третий номер Вот эту вот базу И четвертый номер Начнем мы от нашей атаки с четвертого номера Как правило наоборот Я атакую более высокий номер первым Но вот сейчас я хочу размяться реально Хочу ко второй атаке подойти более серьезно И поэтому первую атаку будем совершать на четвертый номер Как видите это тоже вот такая вот десяточка Единственное что это нифига не десяточка И от десятого тонхола тут просто Лишняя башня лучниц Лишняя пушечка Лишняя башня бомбежка И лишний арбалет Короче это ТХ-9 Но есть пару лишних зданий Короче чуть больше тут хп чем должно быть В общем хочу вот такую вот базу попробовать взять Вот таким вот миксом По идее для этой базы микс подходит неплохо И теоретически эту базу этот микс может взять на 3 звезды Как получится у меня не знаю Потому что смущает меня крайне то что я не могу сразу выманить крепость клана То есть это дело я не могу проконтролировать И также мне крайне не нравится тот факт что вот эти вот здания Они реально дико мешают мне в атаке То есть я ну не совсем уверен как мне рассказать големов Чтобы они пошли именно туда куда мне надо Потому что вот эти вот здания они реально очень-очень мешают Поскольку планирую я свою атаку проводить именно с двух часов Не знаю какая тут сторона будет лучше чем атака с двух часов Потому что я хочу гарантированно забрать с этой базы двушку Остальное меня уже особо не волнует Двушка будет неплохо Ну а трешка ну в принципе может получиться Но все таки одна звезда Это нам совершенно не подходит И ладно ребят план на атаку Запускаю двух големов Одного запускаю здесь Пока он тут будет идти по идее защищу визардом вот эти вот три Сборщика уничтожу башню бомбежку Далее по идее голем вонзится вот в эту вот пушечку Второго голема блин не знаю По идее надо запускать его где-то здесь Но он же тоже пойдет на эту пушечку То есть теоретически мне было бы неплохо вынести сначала эту пушечку А потом раскидывать второго голема Но тогда второй голем пойдет на эту вот мортирку То есть ладно фиг с ним Запущу как-нибудь голема Возможно также придется запускать его на эту пушечку Но скорее всего запущу его на вот эту вот мортирку То есть уже видите что план у меня такой Немного шатки То есть есть какие-то моменты туда-сюда И я точно не уверен куда буду скидывать своих юнитов Далее что планирую Подорвать центральный забор Запустить валькирий в эту вот секцию под рейджом Джамп выдать вот в эти вот секции, чтобы вынести танков, вынести вот этот вот арбалетик Ну а далее дать рейдж на выход И там уже вальки выйдут в какую-либо сторону И там я уже докидаю, куда мне надо будет своих 12 хогов Итак, ребят, воздуха совершенно не хватает План на атаку приблизительно такой И поэтому, наверное, давайте-ка не будем все это дело тянуть И пойдем в атаку Итак, ребят, все готово, поехали Блин, немного страховы на самом деле Ну да ладно, ничего страшного, собственно Давайте только дождемся вначале, когда визард уничтожит вот эти вот два здания Что потом впоследствии на их уничтожение ни капельки не отвлекаться Сейчас уничтожит второй сборщик И я буду уже начинать, собственно, основную атаку Итак, ребят, пошел у меня голем Все правильно, агрится он именно туда, куда я подумал Ну и второй голем Давайте все-таки пойду немного широко Да, знаю, что есть небольшой риск Знаю, что есть небольшой риск Но что-то не хочу запускать големов слишком узко Итак, ребят, вроде бы, вроде бы все не так уж и плохо пока идет Глем вроде как продолжает танковать Запускаю бомберов Сейчас надо будет подорвать забор Забор вроде как подрывается И сейчас мне очень важно будет уничтожить крепость клана Не знаю, запускать ли прямо сейчас валик Походу придется это сделать, потому что иначе Сейчас умрут абсолютно все мои юниты Скидываю сразу же поизон на вражеских юнитов из крепости клана Скидываю, наверное, сразу же и второй поизон туда Прожимаю кенга Даю рейч на центр, чтобы вальки выходили из центра Быстренько и не засиживались под этими вот юнитами Из крепости клана даю также еще один хил сюда Докидываю тут вот аккуратненько своих еще хогов Хоги из крепости клана пошли на вот эту вот башню визарда Ну и, видимо, крепость клана оппонента все-таки развалила Моих валькирий очень-очень бодренько Остается с одним хп там вражеский дракон Но это реально очень плохо Потому что, как видите, остаются у меня только хоги Остается два героя Ну и не хватает мне сил на то, чтобы уничтожить вражескую крепость клана То есть сейчас эта вражеская крепость клана накажет всех моих оставшихся юнитов Блин, то есть действительно, мне не повезло с крепостью клана Как я и думал, что произойдет То есть именно этого я боялся Запустил двух големов, запустил визардов Ну и визарды решили обойти эту крепость клана Не уничтожать ее Ну и, собственно, из-за этого получилось так, как получилось Не получилось взять с этой базы три звезды Ну что из позитивного, ребят? Ну из позитивного, в принципе, есть еще не прожатая Квина Есть Кинг с Варварами Конечно, они еще убьют пару там зданий муниципальных Возможно, Квина уничтожит пару зданий Дефа Но трехи тут уже точно не будет Вот такая вот, ребят, первая атака Я ей не особо доволен Все-таки у меня были тут большие надежды на три звезды Но все-таки вот эти вот лишние здания Дефа Которые сагривают голема туда, куда мне не надо Крайне-крайне-крайне-крайне мне помешали Не получилось нормально завести визардов На уничтожение вражеской крепости клана Вот такая вот, ребят, первая атака Сейчас буду прожимать еще, конечно же, Квину Возможно, Квина наваляет вражеской Квине Да, именно так она поступает Героев я на этой базе убил 70% с нее взял И сейчас будет еще 76% Сейчас еще уничтожим башню-бомбежку Будет 78% Сейчас уничтожим еще фабрику заклинаний 79% Лежачок Квины 80% Ну и, собственно, на этом мои похождения по этой базе Заканчиваются Обидно за эту атаку Вот реально обидно Думал, трешку тут все-таки получится взять Но надо было подойти к этой атаке более серьезно Итак, ребят, досматривайте, собственно, хотя тут уже досматривать нечего, ладно Тогда я отправляюсь на передышку Дождусь, пока достроится у меня следующий микс А точнее того момента, когда у меня отлежатся герои И закинут мне крепость клана И вернусь к вам уже в следующей атаке Никуда не переключайтесь Итак, ребята, герои уже отдышались Я более-менее тоже И поэтому давайте-ка приценимся К атаке на третий номер Его уже пытались, снесли Феникс нес его на 88% Принес одну звезду Но попробуем перебить эти результаты Давайте оценим еще раз базу Тут тоже все попонятнее Это реально ТХ9 с 12-ми героями С таким вот сильным-сильным дефом Разве что забор еще не докачан до 10-го левела В остальном же весь забор 9-й Так, и какой у меня будет план, собственно, на эту атаку? Заходить я, наверное, буду Как и Феникс С 2-х часов Вы эту атаку не видели, я ее посмотрел Буду заходить с 2-х часов Раскидаю аккуратненько големов Зачищу круг Подорву забор Скину джамп Вот сюда вот на арбалетик Скину рейдж на вход Убью быстро вражеских героев Там, по идее, уже с крепостью клана Проблем не должно возникнуть Потому что големы быстренько Эту крепость клана должны будут выманить Там уже квина с визардами, по идее, должны будут разобраться То есть тут валькам, скорее всего, ничего угрожать не будет Ну а далее уже мои 12 хогов Под зельем хила В принципе, должны будут уже разобраться С теми зданиями дефа, которые будут мне мешать Ладно, ребят, собственно, вот такой вот у меня план на атаку Микс у меня готов побить рекорд Да, действительно, я хочу И разве что у меня поизон еще не залетел в крепость клана Блин, надо обязательно, чтобы поизон был Потому что лишний поизон, он всегда поможет Итак, ребят, второй поизон у меня залетит И я буду ждать вас уже в атаке Ой, итак, ребят, я вроде готов Поэтому погнали в атаку Фух, немного страшно, но на самом деле всегда так перед атакой страшно Поэтому ничего, собственно, страшного Пошел голем Пошел, так, пяток визардов Точно так же пошел тут голем Пошел тут, наверное, ну, три визарда, да Теперь надо аккуратненько пробить забор Делаю это Забор пробивается Так, сейчас, по идее, должна сагриться будет крепость клана Мне бы крепость клана убить То есть пошла у меня сюда квина Пошел кинг Сейчас попробуем быстренько эту крепость клана завалить В это время, в принципе, можно пускать валькирий Которые бегут Нет, фух, не по кругу Замечательно Пускаем рейдж на вход По идее, сейчас должны быстренько-быстренько мы разобраться с вражеской крепостью клана Хил пускаем на центр Начинаем докидывать наших хогов Быстренько-быстренько разворачиваем атаку Очень так стремительно-стремительно пошел на хогов у меня хил Ну и сейчас у меня остались два непорожатых героя Один поизон, который я уже не знаю куда скинуть Потому что вражеских героев расфигачили валькирии Ну и что, собственно, у меня из позитивного остается на карте У меня остаются хоги Ну, хил я как торнованто, наверное, скинул Блин, три хога улетели на пружинке Вот это неудача Вот это неудача, ребят Три хога улетели на пружинке Это очень плохо Плюс у меня там долбит визард кинга И, к сожалению, все мои варвары, которых призовет сейчас кинг По идее, умрут под визардом Это ужасно То есть, что мне тут не повезло Мне очень не повезло с тем, что, блин Хоги Да, хоги тут не отыграли Ту роль, которую должны были отыграть Опять-таки Двушка Опять-таки уверенная двушка Опять моя квина Она стреляет кучу-кучу урона еще Но это не три звезды Это, к сожалению, не три звезды Блин, да что такое Что-то мне реально не везет Либо мне не хватает левела героев То есть, какими-нибудь двадцатыми, двадцатыми или тридцатыми героями Мне было бы гораздо-гораздо проще Возможно, я бы тут взял трешку Но тут сейчас мне не повезло Опять что-то было не то, по-моему, с вальками Опять как они быстро умерли Опять из центра они особо никуда не выбежали А если и выбежали, то сразу сдохли под зданиями дефа То есть, опять не доигрывают у меня валькирии в этой каточке Блин Мне немного стыдно за эти атаки Вроде бы база, не сказать, чтобы прям очень сильная Они сильные, но не очень сильные И я вот так вот их беру на двушки Как-то это не очень Надо как-то будет поднаучиться немного И атаковать более уверенно Девятые танхолы Пока что особо это не получается То есть, 87% Сейчас убьем башню бомбежку 88% Сейчас убьем еще пару зданий 89% Ну и, собственно, видимо, 90% И да, 90% Вот такая вот, ребят, атака Но тут очень сильно не доиграли те 12 хогов, которых я скинул Ну, не должны были они убить так мало зданий дефа Должны были убить еще Но как-то не получилось То ли гигбомбы им помешали То ли ловушки, пружинки им помешали То ли скинутый мной чуть раньше, чем нужно Хил им помешал Во всяком случае, еще они были и 5-го левела Если бы они были 7-го Короче, если бы до кабы Но, однако, атака все равно на 90% А не на 100 И это уже плохо Ладно, ребят, в общем, вот такая вот порция Атак с моего 9-го Танхола Две двушки Ну, не сказать, что бы классный выпуск Я, если честно, им Не доволен Но, с другой стороны, я еще и после этого самого стрима Который длился практически 3 часа То есть я реально очень и очень уставший Если у вас есть свободные 3 часа Можете этот стрим заценить Он вроде бы вышел такой неплохой Но я же с вами буду прощаться Пойду отдыхать Спасибо, что посмотрели Желаю вам не роковать так, как я Брать все-таки трешки с фражеских баз Ну и, конечно же, никогда не болеть Всем огромной удачи И увидимся в следующем видеоролике Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok